Привет! Сегодня мы продолжаем изучение MySQL, сервера и в том числе Workbench, и я бы хотел вам рассказать некоторые вещи, про которые я забыл когда-то, когда готовил первую версию курса для канала на YouTube, несколько ключевых слов новых, и в том числе вам покажу, каким образом вам будет нужно необходимо импортировать те базы данных, дампы, которые будут вам нужны для выполнения домашнего задания. И в том числе я сделаю некоторый акцент на версию MySQL в Workbench, которую лучше скачать, чтобы у вас не было проблем. Сейчас актуальная версия, по крайней мере, когда я снимаю это видео, это 8.0.30, и у этой версии есть достаточно критичный баг, не пофикшенный до сих пор, не знаю почему, если у вас на компьютере используется локаль с языком русский, например, не знаю, как с украинским, либо же с белорусским, либо с другим языком, но с английским работает точно все хорошо, то тогда у вас может возникнуть достаточно критичная ошибка, что когда вы начнете работать с Workbench, во-первых, у вас не будет возможности нормально подключиться к вашему локальному инстансу, то есть локальному, к локал хосту, который непосредственно будет необходим, чтобы вы работали с сервером, потому что он будет подключаться именно к нему, к этому порту. И в том числе, когда вы даже если исправите этот фикс, и я знаю, как его исправить, в плане того, чтобы вы хотя бы смогли подключиться, у вас пропадет administration панель, и она достаточно критичная, потому что без нее вы не сможете, к примеру, импортировать, экспортировать ваши базы данных, которые как раз-таки и понадобятся вам для того, чтобы выполнить домашнее задание. Я специально подготовил новую базу данных, она про Хогвартс, про Гарри Поттер и про все остальное такую всякую всячину, и вот вам нужно будет обязательно ее к себе импортировать и работать уже непосредственно с ней. И что вам нужно будет сделать? Вам необходимо будет перейти на страницу скачивания данного приложения MySQL Workbench, не скачивать ту версию, которую предложит непосредственно автоматическая система, а нажать вот на эту вкладку «Архивы», и здесь непосредственно выбрать версию, я советую где-то 8.0.15 какую-нибудь, вот из этих вот версий, 8.0.20 и выше, там, возможно, вы тоже словите этот баг, поэтому лучше пораньше, но чтобы это была восьмая все-таки версия, основная, головная, и все, вы его скачиваете, устанавливаете, и таких проблем у вас уже не возникнет, вы без проблем сможете и подключиться к вашему localhost и непосредственно к серверу, и в том числе вы сможете, используя сам Workbench, экспортировать, импортировать ваши базы данных. То есть я вот эту вот базу данных и таблицы приложу к практическому заданию, который вам нужно будет выполнить, вы скачаете эту информацию, и далее перейдете в Administration, и здесь есть два пункта, Data Export, то есть если вы хотите вашу базу данных экспортировать, экспортировать, и в будущем ее смогут, например, ребята использовать, когда это можно в реальной жизни встретить, например, ваш заказчик вам присылает дамп вашей базы, не вашей, а его базы данных, когда, к примеру, там у него какие-то проблемы, вы не можете воспроизвести у себя локально, вот он тоже может через Data Export сделать такой дамп, и вы сможете тоже импортировать уже к себе данную информацию, работать с ней. Конечно же, заказчики не с большой радостью вам будут высылать эту информацию, скорее всего, она будет каким-то образом видоизменена, будут удалены чувствительные данные и так далее. Возможно, вы вообще не увидите этот дамп, потому что кто-то вообще не соглашается ни под каким соусом присылать базы данных, но такое тоже может быть, и когда там ребята работают именно с базами данных, то они могут получать вот эти вот дампы, так называемые дампы, это и есть как раз-таки слепок нашей базы данных, с которой можно уже работать. То есть я такой слепок сделал, это делает очень просто, вы выбираете непосредственно ту базу данных, которую хотите скопировать, далее вы выбираете место, куда вы это хотите скопировать, и нажимаете Start Export, он здесь вот находится. Экспорт у вас заканчивается, и все проходит хорошо, надеюсь, по крайней мере, потому что тоже иногда могут случаться ошибки. И далее вам нужно уже будет сделать восстановление этой базы, либо импорт, опять же, выбираете то место, где у вас будет находиться база данных, выбрать непосредственно, лучше советую вам создать новую какую-то базу данных с новым именем у себя, и далее вы там создадите эту, к примеру, базу данных, выберите ее, посмотрите, где непосредственно находится ваш дамп, обязательно он должен у вас появиться, отразиться, то есть если мы сейчас придем в эту папку и выберем какой-то дамп существующий, то есть вот у вас все это появляется. По умолчанию, когда вы выбираете дамп, он не подгрузится. Все, и нажимаете опять же Start Import. Импорт заканчивается, и у вас в итоге получится новая база данных уже внутри ваших существующих, и для этого нужно просто перейти в схемы, и здесь она отразится. Если вы скачиваете Workbench и ничего там не меняете, у вас по умолчанию будут как бы тестовые схемы, тестовые базы данных, и как раз-таки вы тоже с ними можете работать, и я на примере базы данных уже встроенной, которая была здесь по умолчанию, покажу вам тоже несколько ключевых слов, про которые мы не говорили на предыдущих занятиях, но они тоже иногда важны, иногда их спрашивают. Это что касается импорта, экспорта, то есть теперь вы знаете, как это работает, и сможете, я думаю, самостоятельно это все провернуть. Если не сможете, обращайтесь в наш чат закрытый, и мы там сможем все вместе коллективно помочь, но я думаю, сложности не должно возникнуть. Также советую вам, когда вы встречаете какие-то ошибки в SQL, если вы отрабатываете его синтаксис, что-то идет не так, если в целом по работе программы, постарайтесь поискать информацию сначала самостоятельно. Это самый лучший вариант решения вашей проблемы. Не все люди знают абсолютно все ошибки, которые могут случаться, не все знают решение их, поэтому сначала мы ищем это все сами. На самом деле для MySQL достаточно много полезных выскакивает сообщений с форумов, которые помогают вам решить эту проблему, поэтому начните с них. Также все баги, например, тоже от MySQL, они сохраняются, и они в открытом доступе, тоже можно их изучить, и под самими багами тоже иногда бывают решения. Поэтому не торопитесь сразу спрашивать, и это касается вообще любой проблемы, потому что иногда ребята мне пишут достаточно странные такие запросы, то есть у них черным по белому написано в Command Line, в вашем командном интерфейсе, какая у вас ошибка в какой строке. Например, вы забыли поставить точку запятой в какой-то строке, когда вы отправляете, и у вас написано, что у вас ошибка синтаксиса, проверьте, пожалуйста, такую-то строку. Люди не понимают, что от него хотят, что от них хотят, но как раз-таки, когда вам говорят про ошибку синтаксиса, скорее всего, у вас где-то опечатка, вы что-то забыли добавить, где-то что-то не закрыли, забыли поставить там точку запятой, неправильно написали ваш оператор, неправильно указали непосредственно параметр, который вы ищете, и так далее. То есть вот обращайте на эти все мелочи тоже внимание, учитесь их подмечать и исправлять желательно самостоятельно. Ну, если уже, конечно, все затянулось, и вы не можете найти решение, то уже спрашивайте у человека, который может вам помочь на проекте, какой-то эксперт, ваш ментор, либо просто человек, который там работает давно, почему бы и да. Но правила там 10-20 минут самостоятельного гугления и поиска информации никто не отменяет. Ладно, опять я ушел куда-то далеко, но мы сегодня с вами еще хотим рассмотреть 3 вот таких вот оператора и в целом типы данных тут тоже некоторые рассмотреть, про которые я, возможно, умолчал. Во-первых, я хочу с вами поговорить про null. Null иногда путают с пустым абсолютно значением, но это не совсем так. Null — это тоже тип данных. То есть запомните, что null — это отдельный тип данных, который говорит о том, что вот данное значение, данная запись в таблице, помните, поле у нас — это столбец, запись — непосредственно отдельное какое-то значение из этого столбца. Так вот, отдельная эта запись может остаться без значения. Не обязательно туда что-то писать, не обязательно оставлять его пустым, но вот это как бы и есть такое отсутствующее значение, пока его никто не заполнит. И опять же, это поле можно запретить делать какой-то из полей нулевым null, и это можно делать уже внутри настройки вашей базы данных. Но запоминайте, что null — это отдельный тип данных, он говорит о том, что это поле может остаться либо пустым, либо его когда-то заполнят, но на данный момент оно вот имеет такое вот значение внутри себя null. Когда мы говорим про пустую запись или про белы внутри этой записи, то значит, она просто пустая, и все, никаких тут уже сложностей с типом данных здесь нет. И как раз-таки для вот этого отдельного типа данных есть два вида запроса. это непосредственно, когда мы говорим, что какое-то поле у нас пустое, ну не пустое, а в смысле содержит в себе значение null, и когда у нас поле это значение не содержит. То есть это позволяет нам именно из null и из not null определить, где у нас есть это значение, где его нет. Используется тоже достаточно часто, например, в каких это случаях может быть, если у вас пользователь не заполнил какие-то данные, вы хотите найти непосредственно информацию по тем пользователям, которые это не сделали. Либо же, например, у вас с фронтенда улетела что-то, какая-то информация полезная, ваш payload, а вы потом смотрите в базу данных, и у вас это null. То есть это тоже какой-то баг. То есть вот это тоже обращайте внимание, и вообще, когда у вас возникают какие-то сложности именно с данными, если у вас есть возможность отключиться к базе данных, то инсвестигируйте, исследуйте сначала ее. То есть не нужно сразу бежать к разработчику и говорить, у нас все не работает. Постарайтесь собрать как можно больше информации об этом дефекте, и уже с этой информацией, не просто, что я там нажал на кнопочку, и у меня почему-то не подтянулись данные, так дефекты обычно не описывать. Когда вы уже работаете долго, то хочется от вас тоже видеть какой-то более подробный дефект, который связан с тем, что вы прониклись в этой проблемой, изучили ее, изучили все возможные варианты того, где у вас возник этот дефект, и уже тогда идете к разработчику, и как можно более подробно описываете этот дефект. То есть вот так работает, как на практике это у нас осуществлено. Вот я специально здесь нашел таблицу внутри вот этого сакила, вы тоже можете глянуть. Здесь есть информация про адреса, то есть вы видите, как здесь у нас оформлено, то есть сначала идет название нашей базы данных, либо схемы, и далее уже название таблицы, в которой у нас как раз-таки и содержится информация про адреса. И здесь, видите, у нас четыре значения, в этой таблице как раз-таки есть нал. Какие-то у нас пустые, видите, здесь это совсем другой тип данных, а какие-то у нас именно имеют вот это вот значение. И далее я провожу обычный наш запрос, что где адрес второй у нас и знал. И запускаю это, используя нашу уже привычную молнию. Мы с вами будем с Workbench тоже много работать. И я вам советую в рамках домашнего задания тоже использовать его, потому что вы уже научитесь в рамках уроков работать с CLI, с командной строкой самого сервера, но уже на фронте, скажем так, с интерфейсом будет попроще. И, видите, у вас действительно определились те значения, которые у нас содержат именно тип данных нал. Вы можете написать тут isNode и тоже запустить. И тогда у вас этих нал не будет значений. Ну, то есть вот так это работает. Достаточно простой запрос. Далее у нас есть union. Как работает union? Не путайте его с join, потому что здесь у нас union используется только для объединения нескольких селектов. То есть у нас join работает на объединение там различных полей и значений из разных таблиц. То здесь у нас union работает непосредственно тем, что мы берем два селекта и просто их объединяем, и получается одна общая такая таблица большая. Причем значения идут друг за другом. То есть они здесь никаким образом не склеиваются в плане горизонтально. То есть нет какого-то общего значения, как в join, по которому мы проводим именно это соединение. Здесь у нас просто происходит объединение. Что нужно знать про select? Во-первых, каждая из таблиц из select должна иметь одинаковое количество полей. То есть если у нас в первой таблице 4 поля, то и во второй таблице у нас 4 поля. Иначе расклеивание нормально не произойдет. Поля из каждого select должны иметь одинаковые типы данных. То есть есть поля, и у каждого есть свой тип данных. В одной таблице они одинаковые, и в другой таблице они одинаковые. То есть в плане из одной таблицы все поля должны быть такие же, как и во второй таблице. Это не значит, что у вас все поля Именно в таблице должны быть, например, интегер Это значит, что одно поле интегер в одной таблице Значит во второй интегер Аналогично там следующее поле у нас Содержит значение Цифровое, числовое Значит в следующем тоже будет значение числовое И так далее, вот это так работает И обязательно поля из каждого select должны иметь одинаковый порядок То есть Порядок тоже здесь важен Имейте это в виду Когда вы будете делать в том числе домашнее задание Потому что там будет один Один из таких пунктов И я посмотрю на вашу внимательность Что касается синтаксиса То есть здесь у нас все достаточно просто Мы берем два наших select И объединяем их вот этим словом union То есть select from Можно также добавить какое-то значение where Какое-то непосредственно уточнение По тому, что мы ищем И опять же склеиваем это между собой Что нужно помнить Когда мы используем обычный union То мы находим только уникальные значения Он работает как distinct Он убирает все дублирующие значения из него И оставляет только уникальные Если мы хотим получить вообще все значения В том числе и дублирующие Тогда используйте union all Тогда будет у вас все работать И таким образом вы сможете соединить эту таблицу И получить все данные, которые вас интересуют Опять же покажу вам на примере, как это может работать Где наш union То есть вот у нас тоже есть такая таблица Давайте мы тут вот так это запустим Чтобы я вывел эту всю таблицу к вам Надеюсь, все знают, что мы можем Да, что ты будешь делать? Так вот, что мы можем выделять, например, наше значение Именно тот запрос, который нас интересует Не обязательно запускать все Выделили его, нажали молнию Ну да, тут оно, к сожалению, так не срабатывает Давайте мы уберем Тут надо убрать просто city Вот поэтому оно и не срабатывает Так Все значения, видите, вот они И мы тогда отменяем то, что мы там поубирали Здесь мы убираем Слово city И здесь, видите, что мы хотим найти? Мы хотим найти Сакила, наш адрес, который MySQL Ой, да, MySQL, все верно Бульвар И аналогично такое же значение Почему я хочу это сделать? Чтобы вы увидели, как Работает как раз таки union и union all Нажимаем И здесь оно почему-то Опять не сработало Да, потому что у нас здесь Точка запятая Поэтому я говорю быть очень внимательным И обязательно проверять, что вы пишете Кстати, MySQL Workbench Он подсказывает нам, где у нас ошибки Тоже обращайте на это внимание И здесь, так как у нас обычный union Он срабатывает как distinct И мы видим только одно значение Если мы здесь напишем Union all И запустим Мы увидим два значения Потому что здесь уже не важно Уникальное оно или нет Ну вот таким вот простым способом Можно тоже использовать эти значения Когда это тоже полезно делать Если у вас действительно таблицы С одинаковым типом данных И вы можете, опять же, объединить эти значения Либо же Если вам необходимо Использовать два разных Where То есть два разных уточнения То есть тоже это полезно И вы получаете такую общую таблицу С теми данными Которые вас интересуют Опять же, для каких-то ваших тестовых целей Проверить, что все, к примеру Занеслось с фронта на backend правильно То есть тоже такой у нас Такой у нас запрос Может использоваться И последний запрос Про который я вам хотел рассказать сегодня И про который мы еще не говорили Это having Что касается having Когда мы не можем, к примеру Использовать v в агрегатных функциях То есть v у нас запрещено При использовании их Мы не можем включать там v v, min и что-то v, sum и что-то v, average и что-то Мы должны в данном случае Использовать именно having Вот этот вот оператор То есть запомните Если есть агрегатные функции Именно в части вот этой уточняющей То тогда необходимо использовать Обязательно having Как выглядит сам этот запрос Все начинается просто Как обычно Это select Название полей Которые мы хотим В данном случае использовать Через какую-то таблицу Ну из какой-то таблицы смысле При таком-то условии Обязательно здесь нужно использовать Group by Ключевое слово То есть оно позволит нам Именно искать нашу информацию Согласно одного поля Сейчас на примере покажу Как это работает Дальше мы пишем having И какое-то условие Которое как раз-таки Нас интересует И в этом условии Обязательно у нас будет Какая-то агрегатная функция Иначе нам в принципе We и не нужно Точнее having И не нужно было использовать И order by Это просто Можете не запоминать Из шаблона То есть иногда тоже Важно еще делать Какую-то сортировку И тогда можно Order by добавить Но это не Обязательный атрибут Внутри данного запроса Опять же Давайте мы откроем Какую-то таблицу Где я уже написал Тоже этот запрос То есть здесь Мы с вами что хотим сделать Мы с вами хотим выбрать Все ID Rental ID Где сумма Нашего аммаунта Давайте тоже Я Выведу всю таблицу Сразу Так Так Чтобы вам было тоже понятно Как это работает Звездочков Наша таблица Так Ставим точку запятой И это мы сейчас запустим Вот как работает наша таблица То есть здесь у нас есть информация Про различные виды ID И Непосредственно Размер их Ну оплаты Размер оплаты И дата оплаты И последний апдейт Когда был произведен То есть в данном случае Мы хотим из этой таблицы Найти следующее Что у нас Есть какие-то Rental ID С непосредственно суммой Наших аммаунтов То есть Помните Как работает Агрегатная функция И следующая таблица Где Payment Date У нас больше такого-то числа То есть просто взяли Скопировали Вставили сюда Потому что форматы Могут немножко отличаться Даты Далее мы хотим Именно сгруппировать По Rental ID Эту информацию И Чтобы у нас Еще ко всему прочему Сумма Вот этого аммаунта Она была Больше либо равна 10.99 И мы запускаем Данный Запрос И как вы видите У нас подтягиваются Вот эти все Рентал ID Где у нас Аммаунт Сам Больше Чем Либо равно 10.99 То есть вот таким образом Работает эта функция И мы группируем Именно по Rental ID Вот у нас Эта информация Есть Также тут можно Использовать псевдонимы Чтобы это было Более-менее наглядно То есть помните Это S И какое-то название Поле Которое мы хотим Заменить И вот так работает Тоже эта функция Опять же Используется она Только в случае Если нам необходимо Еще дополнительно Добавить условия С агрегатной функцией А там базовое Ее применение Нас не сильно Устраивает То есть тогда Мы используем Having Сегодня мы с вами Рассмотрели как раз таки Now Now Разные люди По-разному называют В принципе Большой ошибки нет Но вот Now Наверное Более Общеприменимо Узнали про этот тип Значения Как искать Такие поля И записи в таблице Также мы с вами Разобрали Union Когда полезно Это Я как уже сказал Если вам нужно найти Какое-то большое Количество информации Опять же Может для отчетности Может просто Для того чтобы Посмотреть тестовые данные И Having У нас используется Именно для агрегатной функции Когда вот в этой вот части Уточняющей Находится информация Опять же Используйте это на практике Иногда Необходимо это сделать У меня например На собеседованиях Не на собеседованиях А на асессменте Вот недавно спрашивали Как раз таки Как можно К примеру Там Один запрос Оформить С помощью разных Операторов И вот как раз Когда вы знаете Больше операторов Больше их применяете Тогда проще вам На этот вопрос ответить И вы знаете Несколько вариантов Развития событий Как вы можете Получить тот или иной результат Не забывайте Что все эти Операторы Они тоже могут Между собой Объединяться Каким-то образом То есть не обязательно Нам искать Только по одному Уточняющему Какому-то критерию Можно там Добавлять And О И так далее Тоже это Имейте ввиду Потому что Как раз таки Такие вот запросы Позволяют нам Упростить жизнь Но Скажу сразу Что Не всегда на проектах Есть SQL базы Не всегда на проектах Есть вообще Доступ к базам данных Но Ваша задача Тоже как тестировщика Просить Чтобы он был То есть Может быть просто Люди не знают Что тестировщики Могут в том числе Общаться с данными И получать необходимую Информацию Из них Но Как раз таки Для нас Это очень важно Поэтому Не тестируйте Только один фронтенд Задавайте вопросы Почему у нас Например нет Тестирования API На проекте Почему у нас Нет доступа К базам данных Потому что Потому что Потому что Непосредственно Когда вы Тестируете уже Что-то более глубже На уровне бэка Позволяет вам Находить куда более Ктистические баги Либо же баги Которые в будущем Могут действительно Привести к каким-то Не очень приятным Фатальным последствиям Поэтому просите Чтобы вас к этому Подключали И объясняйте людям Почему это необходимо Иногда бывает так Что база данных Есть Все есть Но просто Тестировщик не попросил Ему поэтому Доступ-то и не выдали Особенно это бывает В незрелых компаниях Которые не особо понимают Как работает процесс Тестирования И обеспечения качества Поэтому Просвещайте всех и вся И в том числе Думайте о том Что вам тоже нужно Развиваться на вашем Рабочем месте Проводить тестирование Как можно тщательнее Улучшать процессы Чтобы в будущем Если вы выйдете на рынок К примеру Вы смогли предоставить Весь сервис Который требует От специалиста С вашим уровнем Опыта Например Да Такая вот Небольшая лекция У нас получилась Как обычно Надеюсь Что она полезная Если да То напишите Не знаю Мне можете лично Написать Что это Действительно Было вам полезно И по традиции Вы можете Также Попробовать Создать такие вот Запросы К вашим базам данных Можете создать свою Можете использовать Хогвартс И тоже над ней Издеваться Как только захотите Не только То что прописано В домашних заданиях Можете с ними делать В том числе И использовать Какие-то ключевые слова Другие Либо же брать Вот такие вот Стройные Внутри вашего инструмента В Workbench Уже готовые базы данных И тоже Тренироваться на них Поэтому никто Вам не запрещает Чем больше практики Тем лучше для вас На этом Наше Обучение SQL Подходит к концу Буду ждать от вас Домашних заданий И в том числе Вот этих вот Дополнительных Каких-то вещей Если вы захотите Можете поделиться Этим В закрытых Чатах В которых вы состоите Я имею ввиду По курсу Мы увидимся с вами Совсем скоро Уже на следующем модуле Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok